Это была колыбель западной цивилизации, где всё считалось проявлением воли богов. Древние греки считали богов частью повседневной жизни. Эти боги владели невероятными устройствами. Скипетр Зевса мог одним ударом молнии уничтожить целый город. Трезубец Посейдона вызывал землетрясение. Боги наделяли людей особыми знаниями и даже вступали с ними в брак. Так и возникали полубоги, генетически модифицированные люди. Кем были эти боги? Плодом воображения наших предков или гостями из иного мира, контролирующими развитие человечества? Древние греки утверждали, что боги реально существуют. Так может быть, наши предки имели в виду инопланетян? Боги Древней Греции Греция Страна на юго-востоке Европы с тысячами островов в Эгейском и Ионическом морях. Каждый год ее посещают около 30 миллионов туристов. Они приезжают насладиться идиллическими пляжами в мягком средиземноморском климате и увидеть руины Великой Империи, пережившей расцвет больше двух тысяч лет назад. Эта империя существовала с IX по II век до нашей эры и достигла больших высот в развитии науки и математики. Здесь появились Олимпийские игры, была создана демократия как система правления и заложены основы всей западной цивилизации. Практически все аспекты жизни нашего общества основаны на культурных достижениях древних греков. Страны западного мира – прямые наследники Древней Греции, несомненно. Прежде всего, в Древней Греции жили выдающиеся мыслители. Именно эти люди создали парадигму мышления, характерную для западной цивилизации. Нам хорошо известны имена Аристотеля, Платона, Сократа. Со школы знакомы закон Архимеда и теорема Пифагора. Поразительно, что культурные и научные достижения древних греков не теряют актуальности спустя тысячи лет. До нас дошли трагедии Сафокла и Еврипида и руины Парфенона, построенного Калликратом по проекту Эктина. А Гиппократ был отцом медицины. Этому списку нет конца. Не менее удивительны обстоятельства, что все эти экстраординарные личности, которых помнят до сих пор, считали, что обязаны своими достижениями богам. Постоянные упоминания богов в подавляющем большинстве легенд и мифов говорят о том, что древние греки считали богов частью повседневной жизни. Чтобы построить храм, необходимо вдохновение, даруемое богами, потому что вы создаете нечто по-настоящему грандиозное. Боги — основа всего. Они вдохновляли людей на создание произведений искусства куда более значительных, чем жизнь отдельного человека. Имена Зевса, Аполлона и Афины известны каждому даже в наши дни. И мы продолжаем пересказывать на новый лад мифы об их происхождении, битвах и приключениях. Во многих отношениях древнегреческие боги живы до сих пор. В любой стране мира люди знают, кто такие Аполлон, Зевс или Афродита. Культурное влияние персонажей греческой мифологии можно заметить повсюду, даже в рекламе. В детстве я с восхищением следил за американской космической программой, например, проектами «Меркурий» и «Аполлон». Это все боги Древней Греции. Согласно мифам, еще до появления Зевса и других знакомых нам богов существовала раса могущественных существ, прозванных титанами. Для древних греков титаны – первое поколение божеств. Это шесть мужчин и шесть женщин, рожденных, когда земля Гея сошлась с небесами. В современном языке слово «титан» означает «нечто большее» или «великое». Такими и были титаны. Это поколение могущественных богов, которые в конце концов вступили в войну со своими потомками, прозванными «олимпийцами». Олимпийцы – это двенадцать могущественных богов во главе с Зевсом, богом Грома и сыном царя титанов Хроноса. Они не могли сосуществовать с титанами, и разразилась великая война, названная Титаномахией. В этой десятилетней схватке олимпийцам помогали человекоподобные существа с сотней рук и одноглазые великаны-циклопы. В конце концов олимпийцы победили и обосновались на вершине горы Олимп. В Греции действительно есть такая гора. Она настолько велика, что ее вершина окружена облаками, и там живут боги, которых не позволено видеть. Говорят, вершина затянута туманом, непроницаемым для людских глаз. И это было высокотехнологичное сооружение. Там работал Гефест, бог кузнечного дела и алхимии, создавший невероятное оружие и броню вроде молнии Зевса или нагрудных доспехов Афины. Заодно он сделал себе помощников, роботов. Трудно описать что-либо более похожее на пришельцев, обустроивших на горе базу или убежище. Все это очень напоминает военный лагерь. Зевс правил всеми богами и людьми, и каждый олимпиец отвечал за определенную сферу жизни. Посейдон правил морями. Афина была богиней мудрости. Аполлон – богом света, музыки и поэзии, а также целительства и прорицательства. Афродита – богиней красоты и любви. И Арес – богом войны. Греческие боги антропоморфны. Они повелевают природными стихиями, но сами при этом мужчины и женщины, живущие на недостижимой высоте. Но иногда олимпийцы спускались к людям. Боги греческого пантеона – это не те боги, которых мы представляем сегодня. Они спускались с небес и взаимодействовали с людьми. Невольно напрашивается вопрос, имеет ли смысл вообще говорить об их божественности? Что если они были кем-то еще? Может быть, боги древних греков были не плодом их воображения, а реальными существами, ходившими среди простых смертных? Можно ли допустить, что боги, так ощутимо влиявшие на жизнь древних греков, реально существовали? Это звучит как фантастическое предположение. Но сторонники теории палеоконтакта допускают такую возможность и указывают на уголок древнего мира, где были обнаружены подтверждения, что как минимум часть мифов основана на реальных событиях. Гиссарлык, Турция 1870 год Немецкий предприниматель и археолог-любитель Генрих Шлиман начинает раскопки в этом небольшом селении. 2000 лет назад это место имело важное значение для древних греков. Шлиман был одержим идеей найти легендарный город Трою, захват которого описан в эпической поэме Гомера Илиада. История Троянской войны – одна из важнейших древнегреческих преданий. Главный источник – поэма Гомера, но она написана на основе более ранних устных сочинений, которые, скорее всего, существовали не одну сотню лет. По преданию, Троянская война началась, когда Елена, жена спартанского царя Менелая, влюбилась в Троянского престола наследника Париса и тайно бежала с ним в Трою. Кровопролитные сражения между греками и троянцами продолжались 10 лет. Грекам удалось победить троянцев, когда они проникли в город внутри деревянного коня. Атакующие воспользовались возникшей неразберихой и сумели одержать победу. Любопытно, что в Троянской войне боги занимали разные стороны. Одни в большей степени помогали троянцам, другие — грекам. В 1870 году, когда Шлиман начал раскопки, большинство ученых было уверено, что это предание войне — чистый вымысел, и Трои никогда не существовало. Генри Шлиман — своеобразная личность. Вероятно, он с детства был бунтарем, не желавшим принимать очевидные факты. Тогда древнегреческие мифы были просто мифами, но Шлиман отказывался в это верить. Большинство ученых сходились во мнении, что поэма Гомера о Троянской войне — это просто хорошая литература. Историки не воспринимали ее всерьез. Однако Шлиман воспринял описанное буквально. Проанализировав текст Илиады, Шлиман решил, что руины Трои должны находиться в турецком поселке Гесарлык под 20-метровым курганом. В мае 1873 года Шлиман обнаружил ценные артефакты из золота и драгоценных камней, напоминавшие богатства, упомянутые в Илиаде, и заявил, что Троя наконец найдена. И вот, пожалуйста, он находит Трою. И обнаруженный город совпадал с описанием Гомера. Шлиман наглядно продемонстрировал, что древний миф может содержать элементы, связанные с реальными историческими событиями. Несколько веков все думали, что греки достигли больших успехов в архитектуре и науках, но только не в истории. И Троянская война с Троянским конем – это просто миф. И вдруг археологи находят руины Трои, и мы убедились, что Троянская война действительно была. Все, как описывали древние авторы. Руины Трои на территории современной Турции – это наглядная демонстрация того, что в мифах и эпосах все-таки есть доля правды. Генрих Шлиман открыл новую главу в исторической науке. То, что некогда было мифом, стало достоянием археологии. Сторонники теории палеоконтакта считают, что после обнаружения Трои можно предполагать, что и другие древнегреческие мифы имеют историческую подоплеку. Может быть, мы напрасно интерпретировали вполне правдивые описания как сказки? У древних греков боги были реальными существами, ходившими среди людей. Согласно теории палеоконтакта, такие встречи действительно имели место. Они были здесь не в качестве эфемерных сущностей, а воплоти. Их можно было потрогать. Они разговаривали, занимались строительством и другими вещами. Могут ли сторонники теории палеоконтакта быть правы в том, что в древнегреческих мифах описаны реально происходившие встречи с существами из иных миров? Возможно, ответ получится найти в описаниях древнегреческих божеств. В мифах древних греков боги очень похожи на людей. Они ревнивые, раздражительные, пылкие. Они ненавидят и любят друг друга. Они нападают друг на друга, и особенно на людей. Имеют внебрачных детей. Воюют и пытаются друг друга обмануть. В них нет ничего божественного, кроме особых способностей. В греческих мифах боги обладают волшебными устройствами, оружием или летающими механизмами. У каждого бога свое супероружие. У Зевса это молнии, они напоминают ракеты. После запуска они производили масштабные разрушения. Посейдон, живший в морских глубинах, орудовал трезубцем. Им можно было поднять бурю или устроить цунами. У Аполлона был особый лук, выпускавший стрелы, которые всегда попадали в цель. У них были воздушные суда и супероружие. Возможно, эти боги использовали продвинутые технологии. Я считаю, что это были устройства пришельцев. Это не вымысел и не плоды воображения, а реальные события. Боги Древней Греции были инопланетянами. Могли ли древнегреческие боги быть пришельцами, посетившими Землю несколько тысяч лет назад? Сторонники теории палеоконтакта уверены в этом и отмечают, что в преданиях о богах можно найти правду о происхождении человека. Остров Крит, 1900 год. Группа британских археологов во главе с Артуром Эвансом начинает раскопки древнего дворца. Неожиданно они натыкаются на сооружение, удивительно напоминающее одно из самых жутких мест, описанных в греческих мифах. Лабиринт царя Миноса. Согласно предания, лабиринт был построен по распоряжению критского царя Миноса для жуткого чудовища по имени Минотавр. Легенда о Минотавре одна из самых важных и часто упоминаемых. Однажды царь Минос прогневал Посейдона. При исполненной гнева Посейдон наслал проклятие на жену Миноса Пасифаю. В результате она воспылала страстью к огромному быку и после Саидия родила Минотавра. Наполовину быка и наполовину человека. Он был чудовищем, питавшимся человеческой плотью. Легенда о царе Миносе и лабиринте Минотавра считалась сказкой до обнаружения дворца на Крите. Артур Эванс раскопал целый дворцовый комплекс, вероятнее всего посвященный культу быка. На стенах были фрески с изображением людей, прыгающих через быков. Всюду были рога и головы быков. Это весьма сложно устроенное сооружение с подвижными стенами и лабиринтами. После изучения дворца стало очевидно, что это и есть упоминаемый в легенде лабиринт. Если найденное на Крите сооружение действительно легендарный лабиринт царя Миноса, может быть и история о Минотавре основана на реальных событиях. Сторонники теории палеоконтакта согласны с оговоркой, что в легенде не идет речь о буквальном соите с быком. Это потрясающая история о создании гибридного организма. Любопытная деталь. Гениальный изобретатель Дедал создал вместилище в форме коровы, куда вошла пассифая для соите со священным быком. Возможно, имеется в виду генетическая лаборатория для экспериментов по скрещиванию людей и быков. И Минотавр результат такого эксперимента. Если отсеять лишнее, это можно интерпретировать как пример генной инженерии. В древней греческой мифологии можно найти и другие примеры. Кентавры наполовину люди, наполовину лошади. Русалки имеют тело женщины и рыбий хвост. Может быть, это результаты генетических экспериментов. Такие существа действительно встречались, и наши предки описывали то, что видели. В мифах древних греков есть как описание создания гибридных существ, так и манипуляции с людьми. В том числе и их создание. По преданию, титан Прометей вылепил фигурки людей из глины, а олимпийская богиня Афина вдохнула в них жизнь. Заодно Прометей даровал нам цивилизацию. Он научил нас писать, говорить и считать. В древнегреческих мифах также упоминается потомство богов и смертных, наполовину боги, наполовину люди. Отцами многих древнегреческих героев были боги. Геракл, Персей, Кастер и многие другие потомки от связей богов и людей. Связи между людьми и богами приводили к рождению полубогов или полубогинь. И эти полубоги тоже обладали немалым могуществом. Предания о детях людей и богов можно найти во многих культурах по всему миру. Знаменитые ануннаки из Месопотамии или истории о стражах. Такого рода описания похождений полубогов встречаются в мифах большинства древних культур. Начиная от шумерских ануннаков и до ветхозаветного апокрифа книги Еноха. В ней упоминаются падшие ангелы, прозванные стражами, от связи которых с людьми рождались нефилимы. Творения Бога спускаются с небес и вступают в связь с земными женщинами. Такие мифы есть у древних греков, шумеров и индийцев. В результате рождаются полубоги. Возникает вопрос, как так получается? По мнению сторонников теории палеоконтакта сходство мифических сюжетов указывает на то, что пришельцы видоизменяли ДНК людей. Греческих богов можно отнести к той же категории, что аноннаков, хранителей неба и так называемых стражей. Это одни и те же сущности. И это означает, что пришельцы контролировали развитие человечества. До нас дошли истории о том, как древнегреческие боги создавали героев полубогов. То есть эти боги, инопланетяне, вносили модификации в человеческие гены. Могут ли древнегреческие мифы о полубогах служить подтверждением, что пришельцы пытались видоизменять геном и влиять на развитие человечества? Сторонники теории палеоконтакта считают, что да, они отмечают, что свидетельство присутствия инопланетян в Древней Греции можно найти в сооружении, которое, согласно мифам, было возведено расой великанов. Впервые предание о царе Миноссе появляется в поэме Гомера Илиада. Эти события произошли около двух с половиной тысяч лет назад, примерно за тысячу триста лет до расцвета государств Древней Греции. В мифах это время называют Золотым Веком. Тогда, помимо людей, Землю населяли боги и другие странные существа вроде Минотавра. Речь идет об огромном количестве великанов, чудовищ и жутких тварей. Среди них и циклопы и разнообразные химеры. И все они жили примерно в одно и то же время. В древних текстах говорится, что в Золотой Век Греция имела развитое общество. Сторонники теории палеоконтакта предполагают, что следы этой цивилизации можно найти близ города Аргас, где расположены руины мегалитического сооружения, не похожего ни на какие другие. Неподалеку от Аргаса находится загадочная пирамидальная конструкция. Она очень странная. Ее архитектура весьма архаична и по-своему уникальна. можно зайти внутрь этой пирамиды. Пирамида Эллинико имеет небольшие размеры. Грани примерно 7-9 метров и метра 4 в высоту. Но она очень интересная. Неизвестно, какой цели она служила. Да и по поводу датировок есть споры. В 1995 году ученые Афинской Академии наук определили возраст пирамиды с помощью экспериментального метода под названием термоалюминесцентное датирование и получили неожиданные результаты. Согласно этим результатам пирамида Эллинико одна из старейших на Земле. она построена в 2720 году до нашей эры. Считалось, что эта пирамида построена меккенцами, но если дата постройки в 2720 году верна, она на целую тысячу лет старше, и мы не знаем, кто ее построил. Эта датировка помещает пирамиду Эллиника во времена так называемого Золотого века, когда Земля была населена странными существами. В 13 километрах к северу находится сооружение, чей архитектурный стиль не похож на греческий, но его каменная кладка очень напоминает пирамиду Эллинико. Это мегалитическая постройка древнего города Микены, названная Сокровищницей Атрея. Сокровищница Атрея в Микенах это огромная гробница. Она построена на холме из крупных блоков, высеченных из камня. Над входом в гробницу уложена каменная притолока весом 250 тонн. Микены интересны с сочетанием разных архитектурных стилей. И старейший из них заодно и самый изощренный. И такую же каменную кладку можно увидеть у пирамиды Эллиника примерно в 10 минутах езды от Микен. Очевидно, оба сооружения относятся ко временам одного и того же царства. Сторонники теории палеоконтакта считают удивительным факт, что оба сооружения возведены более 4700 лет назад. Но еще интереснее, что согласно мифам, они построены расой человекоподобных великанов, живших во времена Золотого века. Древние греки верили, что Микенская сокровищница Атрея создана циклопами, великанами с одним круглым глазом в центре лба. Они могли легко поднимать и переставлять тяжелые каменные блоки. Циклопы — родственники титанов. Они тоже относятся к первому поколению божеств. Они были искусными мастерами и создали молнии Зевса, трезубец Посейдона и шлем невидимости Аида. Их же считали строителями мегалитических зданий в Греции. циклопы были умелыми каменщиками и металлургами. Они знали, как добывать и обрабатывать камень. В мекенах можно найти много искусно построенных зданий. Так может быть, это правда? И в строительстве мекен и других городов действительно участвовали великаны. Сторонники теории палеоконтакта уверены, что пирамида Эллинико и сокровищница Атрея подтверждают, что рассказы о Золотом веке это не просто мифы. Эта идея возникла не на пустом месте. И она согласуется с преданиями о богах в других культурах. во многих древнеегипетских текстах упоминается так называемый Золотой век Египта. Это было время, когда люди жили бок о бок с богами. То есть эти предания передавались устно и записывались в течение нескольких тысяч лет в разных странах мира. напрашивается вопрос, что если наши предки имели в виду одних и тех же инопланетных гостей? Возможно ли, что сооружения вроде сокровищницы Атрея и пирамиды Эллиника построены, когда по соседству с людьми жили пришельцы из другого мира? Ответ может крыться в другой мегалитической постройке, которую древние греки использовали для непосредственного общения с богами? Храм Аполлона Дельфы, Греция. Он находился на склоне горы Парнас и много веков оставался религиозным центром Древней Греции. В восьмом веке до нашей эры Гомер написал Илиаду. В пятом веке до нашей эры Сократ создал философскую систему. В четвертом веке до нашей эры Александр Македонский завоевал Египет. И все это время люди приходили в Дельфы, чтобы узнать волю богов. Дельфы невероятное место. Это чувствует каждый, кому довелось там побывать. Этот город имел важное значение на протяжении всего периода античности. Многие, особенно исправящие элиты, приходили сюда задать вопросы. Никто не начинал войну, торговые операции и любые важные дела, не посоветовавшись с оракулами. Они служили посредниками, передающими ответы богов. Оракулом была Пифия, верховная жрица храма Аполлона, от которого остались лишь руины. Согласно древним текстам, искавшие советы богов погружались в медитативное состояние, а затем входили во внутреннее святилище храма, где одаривали оракула подарками и задавали свои вопросы. Жрица Пифия садилась над расселенной в скале, находившейся в центре храма Аполлона. Она вдыхала исходившие из-под земли испарения и затем передавала ответы, полученные ею от Аполлона. Через трещину в камне выходил какой-то газ, приводивший жрицу в измененное состояние. Мы не знаем, как именно это выглядело, возможно, это был транс. Современные исследователи задаются вопросом, нет ли тут связи с психоактивными веществами? По мнению сторонников теории палеоконтакта, предположение, что использование химических веществ облегчает установление связи с существами из других миров, подтверждается экспериментами с одним галлюциногеном. С 1990 по 1995 год ученые Университета Нью-Мексико вводили препарат 60-ти добровольцам. И к своему удивлению выяснили, что многие из них имели схожие видения, включавшие встречи со странными сущностями, которые якобы говорили им «теперь мы можем с вами связаться». Предположительно, галлюциногены открывают порталы для коммуникации с существами других миров. Возможно, то же самое происходило и в Дельфах. В древнегреческой мифологии Зевс не только выбрал точное место, где Пифия могла получать ответы от богов, но и поместил внутрь оракула загадочный объект под названием Омфал. Что это был за объект, до конца не ясно. В 395 году он исчез. Однако, сделанная римлянами копия сохранилась в музее в Дельфах и служит подтверждением, что он действительно существовал. Это удивительный камень, очень красивый. Он покрыт перекрестным узором. Возможно, Омфал был устройством для коммуникации между людьми на земле и небом. Древние греки построили вокруг Омфала Дельфийский храм. И это место считалось центром мира. Вероятно, Омфал должен был обеспечивать связь с богами. Может быть, это и правда был совершенно особенный камень, помогавший общаться с инопланетянами. Возможно ли, что древние греки получили специальные указания о месте строительства храма Аполлона от гостей из другого мира? И эти гости использовали подземные испарения и загадочные устройства для обеспечения коммуникации? Сторонники теории палеоконтакта предполагают, что канал связи с пришельцами был налажен в Дельфах задолго до появления греческих государств, еще во времена Золотого века, когда на Земле жили боги. В качестве подтверждения они указывают на постройку, каменная каменная кладка которой напоминает здание в Мекенах и пирамиду Эллиника. Храм в Дельфах построен в 6 веке до нашей эры, но там есть и более ранние сооружения. Остатки огромных стен с полигональной кладкой, которые не являются частью храма. Если присмотреться, можно увидеть их на нижних уровнях под более новыми стенами. А значит, это место гораздо старше и могло использоваться несколько сотен, а может и тысяч лет. Древние греки верили, что Зевс, Афина и Аполлон продолжали помогать им и после окончания Золотого века. Сторонники теории палеоконтакта считают, что эти существа из другого мира причастны к важнейшему периоду в истории, определившему ее ход на много веков. Овладение огнем стало важнейшим событием в истории человечества, за которым последовал внезапный и быстрый прогресс. Затем были эпоха возрождения, промышленная революция, появление сверхдержав. Некоторые ученые считают, что самый важный прогресс был достигнут в Афинах около двух с половиной тысяч лет назад. В течение одного поколения там появились величайшие мыслители, чьи достижения определили успех цивилизации на многие века. Это время назвали греческим чудом. Излишне напоминать, что без древней Греции и так называемого греческого чуда современная цивилизация была бы совершенно другой. В это время жили самые выдающиеся философы, например, Платон, описавший сложные трехмерные фигуры вроде Додекаэдра. Пифагор выразил гармонию космоса и всего сущего в виде математических формул и чертежей. Многие философы искали способы практического применения своих идей для описания природы живого и устройства космоса. В этот период жили Сократ, Гиппократ, Аристотель, Софокл, Еврипид, Геродот и список можно продолжать в одно и то же время. И мне интересно, можно ли допустить, что они имели непосредственный контакт с живыми пришельцами, наблюдавшими тогда за землей? Я считаю, что это вероятно. Произошло ли греческое чудо случайно или было устроено пришельцами? Ясно одно. Эти культурные и научные достижения определили прогресс на много веков вперед. И в 21 веке мы до сих пор пользуемся дарами цивилизации Древней Греции. От демократии до самых удивительных образцов архитектуры и искусства. Даже в Вашингтоне, столице США, можно встретить примеры греческой храмовой архитектуры. Поезжайте в Париж или Лондон, и вы увидите архитектуру, созданную в Древней Греции. И математика, благодаря которой возможно строительство таких сооружений, тоже родом оттуда. Любой, кто занимается наукой, оперирует терминами, придуманными в Греции в античную эпоху. Мы используем древнегреческие слова и концепции, так что западный мир безмерно обязан Древней Греции. Большая часть того, что у нас есть сегодня, берет начало в Древней Греции. Так что можно заключить, что и у истоков западной цивилизации стояли неведомые пришельцы, эти боги-олимпийцы. Что если в невероятных мифах и преданиях Древней Греции описана история настоящего происхождения человечества? И мир, в котором мы живем сейчас, результат визита инопланетян несколько тысяч лет назад. Возможно, мы получим ответ, когда эти гости снова спустятся с небес и мы встретимся со своими инопланетными предками. с небес и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok